Приветствую вас. Мой ответ и то, как вы воспримете его, я имею ввиду мой ответ, значит, будет зависеть от того, насколько вы готовы к какой-либо информации как о себе, так и о этой женщине, которая вам проявляет такой уровень заботы, ну, отношения, да. Итак, первое, значит, человек, человек, не имеет, скорее всего, к вам короткого интереса, так, по крайней мере, вы не описали ни одного проявления користи с ее стороны. Да, вы описали поведение, которое можно трактовать по-разному, да, вы описали поведение, которое не всегда. Понятно, но во многом это связано с тем, что вы сами не привыкли к тому, что для вас что-то делают. Просто так. Значит, то, что вы симпатичны этой сотрудницей, я думаю, понятно и без нас. То, что она испытывает к вам симпатию и не хочет показывать эту симпатию другим людям, на что указывает то, что при других она дистанцируется от вас, это тоже совершенно очевидный факт. А вот что он означает, можно только предполагать. На самом деле, вариантов может быть всего два. Первый вариант это такой, что она просто хочет поддерживать с вами, как с начальником своим, хорошие, дружеские, такие доверительные отношения, чтобы просто-напросто была хорошая атмосфера на работе. Вполне может быть, особенно если учесть, что вы говорите о ее уважении к вам, что она вас действительно очень уважает, она действительно ценит вас, она действительно симпатизирует вам, как сотрудник, и, соответственно, значит, ну вот, исходя из этого, да, можно сделать вывод, что у нее есть возможность, у нее есть время, и она вам помогает. То есть никакого тайного смысла в ее действиях нет. Но, с другой стороны, то, что она дистанцируется от вас при других, и только глазами вам улыбается. В современном мире я прошу вас вот это учитывать. может означать и другое, вы одна, без музе, без музе. И, скорее всего, это известно, что вы без музе, что вы одна. И в этом контексте проведение вашей коллеги вспомните, пожалуйста, о том, что я вам говорил, да, вот, когда предупредил вас о том, что то, как вы воспримете мой ответ, и то, как вы поймете мой ответ, будет зависеть от того, насколько вы, как бы, открыты для какой-то новой информации. Так вот, очень может быть, что девушка испытывает к вам симпатию не только профессиональную, не только как сотрудник к сотруднику. Вполне может быть, что девушка испытывает к вам симпатию совсем иного плана, и связана эта симпатия в первую очередь с тем, что она к вам неравнодушна. Я понимаю, что вам, скорее всего, это будет неприятно слышать, я очень хорошо это понимаю, но вы можете сами, в принципе, проверить это, расспросив о ее личной жизни, расспросив ее о том, как у нее обстоят дела, как она живет, чем она живет, что она делает, чем занимается и так далее. И если вы в процессе этого увидите, что она, так же, как и вы, свободна, что она, так же, как и вы, без мужчины, не замужен и так далее, вероятность того, что у нее действительно к вам интерес такой, не простой, не профессиональный, а именно вот более такой, ну, вот более близкий, более интимный, если угодно. Вероятность этого существенно возрастает. Я хочу, чтобы вы постарались правильно меня понять. Ничего корыстного в ее отношении определенно нет. Корость – это когда человек преследует какие-то свои цели, свои интересы, свои желания и так далее. У женщины явно нет никакого обременения в своей личной жизни, то есть она занимается с детьми до уроков, после уроков, то есть явно она свои 35 лет не спешит домой. Явно свои 35 лет у нее есть возможность заниматься работой все свое время свободно. И в этом контексте она видит в вас родственную душу. Ведь вы, по сути, делаете то же самое. И здесь есть еще один важный момент. Вполне может быть, что в девушках просто чувствуют, что вы такая же, как она. И чувствуя, что вы такая же, как она, она волей-неволей тянется к вам. Она тянется к вам, она хочет быть близи к вам, потому что вы ее понимаете. Вот, в принципе, ответ на ваш вопрос. Что у нее за отношение к вам? Либо это дружба, либо это простое уважение. Я имею в виду, как коллеги, к коллеге, и уважение, как, скажем, к более старшей коллеге, да. И, как бы, такое почтительное отношение. Либо это все-таки что-то большее. Либо дружба, либо симпатия уже как более близкого человека. Я понимаю, что вам подобное может быть неприятно вообще, если вы скажете, что за ужас вы говорите. Я не буду с вами спорить. Скорее всего, в этом вы правы. В том, что это действительно для вас ужас. Но прошу вас только не исключать этого варианта, потому что девочка относительно молодая, 35 лет. И вполне вероятно, что ее ориентация определяет то, что она делает, то, как она делает, и почему она ведет себя именно так, а не иначе. То есть, а не торопитесь сразу как-то делать выводы и говорить, что нет, нет, это не так, это, значит, ну, я, например, или мои коллеги чего-то не понимаем. Вот. Не торопитесь, пожалуйста, этого говорить. Досмотритесь к девочке, постарайтесь узнать о ней побольше, если, например, у нее мужчина, значит, общается ли она с кем-нибудь из мужчин. Есть ли у нее отношения с мужчинами, и как она относится к мужчинам. Как она относится к мужчинам вообще. Постарайтесь вот это для себя тоже определить возможности. И понятно, что если у нее есть муж, если у нее есть дети, или если у нее есть парень, то понятно, что данное предположение не верно. Но тем не менее, мы пока не знаем этого. И до тех пор, пока у вас не будет более точных сведений относительно того, что девочка из себя представляет вообще, да, кто она, какие ее отношения. Можно только делать предположения об этом. Вы принимаете ее отношения, общаетесь с ней, но соблюдаете те границы, те рамки, которые вам приемлемы. Которые вас устраивают, которые вы считаете сами для себя допустимыми. И тогда, в любом случае, чтобы девочка не двигала, это всегда останется только на том уровне, на каком вы позволите. Бывают ли люди, которые ведут себя так просто, да, бывают. Но нужно понимать, что у таких людей всегда есть мотив. Мотив к тому, чтобы так себя вести. И мотивы эти, они могут быть разными, не всегда понятными, но мотив есть. Есть вопрос в том, хотите ли вы узнать этот мотив, важен ли он вам или нет. Если хотите узнать, будете искать. И увидите, что мотив, как правило, для человека, даже помогающего и все, всегда корыстный. Мотив – это всегда корысть. Если только человек не любит. Если у него нет любви. Но, понимаете, в этом контексте всех людей можно надевать корыстный. Но если, если человек, смотреть на то, что человек делает, только через его поступки и не пытаться искать мотивы. Потому что мотивов человек своих может не знать сам, что действительно такие люди бывают. Если при этом вам не наносятся вреда при взаимодействии с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Отпишите ее в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...